Недавно в своем сообществе и соцсетях я запостила наши с Никитой совместные фото. Если вы новичок на моем канале, то познакомьтесь, это Никита, это мой муж. Мы вместе уже 12 лет, и сегодня как раз тот день, когда мы идем отмечать нашу годовщину. Я уже почти готова, ну макияж я уже сделала. И каждый раз, когда вы слышите, что мы уже 12 лет вместе, то всегда куча вопросов. А как? Как у вас получается? Какие у вас отношения? И так далее. Я тут уже распечатала несколько листов ваших вопросов, сейчас мы какие-то повыбираем и будем отвечать. Но перед тем, как мы перейдем к видео, первый совет, никогда не забывайте уделять внимание близким. В этом вам поможет приложение Визл. В нем вы найдете смешные и милые поздравления на любой случай. Не обязательно ждать особого события, пришлите открытку с пожеланием доброго утра или скажите спасибо. В редакторе вы сможете сделать поздравление уникальным и добавить собственный почерк. Ссылка на приложение будет в описании. Ну, наверное, я буду читать. Значит, первый вопрос. Мне было бы интересно узнать, как вы пришли к браку после долгих лет отношений. Ведь бытует мнение, что если в первый год замуж не позывал, то все, без вариантов. Ну, у нас первый год отношений, это Никите было 18 лет после первого года отношений, поэтому вряд ли это было бы реально. Потому что мы действительно с самых малолетних лет, скажем так. Ну, считай, росли вместе. Да, получается, что ему было 17 лет, когда мы начали отношения. Поэтому в 18 лет, чтобы мы прям поженились, это было маловероятно. Поэтому на самом деле тут все зависит от того, в каком возрасте вы вступаете в отношения. Возможно, если это уже сознательный и зрелый возраст, может быть, это правда. Потому что если вы взрослые люди, у вас все в жизни сложено, в целом там работа и так далее, как бы какие-то финансовые почвы есть, то если за год вы ни к чему не пришли, то может быть, это и так. А у вас есть дети? Конечно, есть. У вас он сейчас. Да, видно здесь, да? Он уже почти пойдет в первый класс в следующем году. Да, ему уже почти 5 лет, так что это наш первый ребенок. Да. Пока что единственный. Не, ну, вообще, на самом деле, если серьезно, то мы работаем над этим. У вас с мужем по большей части общие друзья или все-таки у каждого свой круг общения? Вы вообще общительные люди и как поживает лапа вашей собаки? Спасибо. Ну, я бы начал с последнего. Лапа собаки, слава богу, все хорошо. Полностью зажила, то есть есть шрам, конечно, видно, но уже он прекрасно себя чувствует и бегает, и все у него замечательно. Ну, если вы пропустили, то у него обнаружена была доброкачественная опухоль. Мы больше всего переживали именно по этому вопросу. Ну, да. Ну, все, пока что на данный момент все хорошо. По поводу друзей, мы стараемся, по крайней мере, то есть находить каких-то людей, с которыми можно выбираться совместно, потому что, ну, мне кажется, что если иметь у каждого, чтобы были свои друзья, да, то это получится, будет мало, что вас будет объединять со временем, поэтому... Ну, у нас, в принципе, как? У нас, в принципе, мы любим общаться, ну, с одним и тем же типом людей, да, то есть поэтому, как бы у нас получается находить такой круг, в котором нам двоим комфортно. Ну, да. Это не то, что я терплю его, друзья, и вот мы сегодня идем с ними гулять, а завтра мы идем с моими гулять, то есть такого нет. Мы, если находим кого-то, то это круг, который нам вдвоем, в принципе, интересен. Бывали ли у вас крупные ссоры и из-за чего? Наверное, самое первое, да, что мне запомнилось, наверное, просто это был самый тяжелый период, потому что мы тогда только начали жить совместно, переехали в Одессу, да, и это был самый тяжелый. Первый год, ну, это все говорят, потому что первый год это самый тяжелый. В основном это ссоры по мелочам, очень по мелочам, и я вообще такой человек, который очень вспыльчивый, я могу что-то там, вот меня что-то взбесит, и я вот раньше очень много копила в себе, то есть вот как это многие женщины делают, кстати, это большая ошибка, вот что-то меня подбешивает, 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 но я говорю, эээ, все, я там, и вот это вот началось, начинается сразу какой-то вот такой вот скандал, и когда ты в скандале начинаешь ругаться об одном, но на самом деле обо всем, вот это очень плохо. И потом я вот вычитала такую фразу, которая мне, в принципе, помогла изменить свой подход вообще к отношению, это фраза «ты хочешь быть правой или счастливой?». Вот это на самом деле очень такой хороший вопрос, который нужно задать каждой женщине, потому что не всегда нужно доказывать свою правоту, иногда проще как бы замять тему, особенно если это какая-то мелочь, потому что когда ругаешься, ты точно ни к чему не придешь, потом приходишь уже после ссоры, когда уже начинается ровное общение, когда начинаешь мириться, вот тогда начинаешь общаться, и тогда к чему-то приходишь. А именно ссоры, нет, это вообще никогда ни к чему не приводит в целом. Вот тоже еще один из таких как бы советов, которые у меня напрашиваются на язык. Во-первых, никогда не упрекайте вот в чем-то, если вам что-то не нравится, ну допустим, вот мелкий пример, там вот муж вечером там поел, оставил грязную посуду, например, и вот я захожу, вижу грязную посуду, меня это бесит, и я начинаю, ааа, мог бы помыть посуду, там, ну вот такой, да, пример. А я всегда говорю, а я тебе куплю посудомойку. Нет, я не об этом хотела сказать. Я хотела сказать, что можно сделать намного проще, то есть там, например, я положила еду и говорю там, любимый, пожалуйста, после себя помой посуду, потому что я уже там, допустим, ложусь спать, ну, к примеру. И в принципе, если вы состроили уже вот этот план, что он знает, что он должен помыть посуду, и я знаю, что он помоет, то вряд ли случится такое, что он уедит, и, ну, по крайней мере, в самом начале... У нас так было, да. Да, в самом начале, когда отношения хорошие, когда они еще не испорчены вот этими скандалами или какими-то недопониманиями, вот старайтесь делать с самого начала, стройте планы, обязательно, то есть мелкие планы, вплоть до того, что ты там, пожалуйста, сегодня там пропылесось, и я там вот, например, там вытру пыль, ну, допустим, или ты там сделаю это, а я там сделаю это. Ну, и вот планы именно строите, старайтесь. Мне кажется, вообще очень мало пар существует, которые все делают прямо там, вот каждая свою часть делает идеально. Ну, да. Муж пылесосит, зарабатывает деньги, а жена там готовит и моет посуду. И мало такого бывает, когда вот настолько заботятся друг о друге, вот заботятся, что, ой, нет, я вижу, ты устал, давай я пропылесос. Ну, это в кино только, да. Это только в кино такое бывает, на самом деле, а в реальности нужно просто строить планы, и если я вижу, например, что он там сегодня устал, или вот выходной, да, я запланировала уборку, и я не буду его долбать, там, вот ты все равно должен, я же сегодня запланировала уборку, ты должен ее сделать, там, должен свою часть выполнить. И еще тоже, да, не молчите, всегда, то есть я бывает могу просто сказать, что там, любимая, давай сегодня не будем ничего делать, или завтра я там хочу поспать, потому что я очень себя разбито чувствую, там, я плохо спал, ну, то есть всегда лучше сказать. Ну, да. Потому что не всегда человек, то есть ваша жена, муж, может просто догадаться по вам, что вот что-то не так. Как Никита реагировал на идею стать блогером? Вообще, как выражается его одобрение той или иной твоей идеей? И как он поддерживает тебя? Честно признаться, я не сразу воспринял эту идею, потому что, ну, в то время вообще это было не сильно распространено, и мне казалось, что это как-то, я не знаю, я это не понимал до конца, и я, естественно, не так уже поддержал это в самом начале. Но даже несмотря на это, все равно я со временем, я старался, там, мы же тебе и камеру покупали, и свет покупали. Ну, давай, наверное, я лучше отвечу на этот вопрос. Вообще, когда у меня возникает какая-то серьезная идея, обычно меня никто не встречает сразу так, ой, там, я тебя поддерживаю, то есть обычно это типа, что за фигню-то я вообще придумала, то есть так было со всеми главными идеями, со всеми моими работами, со всеми, там, вот этими идеями в плане, там, блогерства. Но я человек очень упертый, мне всегда абсолютно по барабану, если я уверена в своей идее, я буду к ней стремиться. И тогда, когда Никита понимает, что идея, это не просто, там, в одно ухо зашло, в другое вышло, и я там сегодня вспомнила, а завтра забыла, то он тогда такой, так, что тебе нужно? Так, тебе нужна камера, значит, тебе нужно, а где ты будешь снимать? Ага, это какой-то фон там надо, надо придумать. О, тебе может купить там еще какие-то там штучки. То есть вот он больше подключается в этот момент, когда начинает анализировать, что мне для этого нужно, и пытается меня снабдить этим, вот тем, что мне нужно для достижения этой цели. Да, это правда. Вы наверняка сталкивались с финансовыми трудностями. Расскажите, пожалуйста, как преодолеть недопонимание и скандалы на этой почве. Заранее благодарю. Ну, если совсем честно, я не знаю, что ответить, потому что были такие моменты, и я их очень тяжело переношу, потому что я, когда я ощущаю нехватку денег, у меня есть и страх, и паника, то есть я... Но мы никогда не ругались. Да, мы никогда насчет этого, конечно, не ругались, и как, тем более, как преодолеть это, я не могу вам посоветовать. Мы в основном вдвоем начинали или очень сильно переживать, или нервничать, или как-то думать. Ну, в целом, вот, скажем так, мы всегда старались просто улучшить наше финансовое состояние. Вот в один момент просто Никита, там, например, пошел на определенную работу, которую он не хотел идти, скажем так, вообще не хотел идти, но это было тупо ради денег. Потом он быстро понял, что это вообще не его вариант эта работа, потому что изначально она не была его вариантом, и он тогда уволился, и мы начали уже пробовать, скажем так, чтобы работа каждого из нас, это было то, что мы любим. И, слава богу, вот сейчас мы как раз к этому и пришли, но мы никогда не ругались, что там денег нет, или кто-то должен заработать, а вот должен там снабдить нашу семью деньгами. Такого никогда не было, потому что, опять-таки, вот эти вот ссоры, они ни к чему не приводят. Ну, что толку, что я тебе скажу? Это не поможет. Да, ну ты мне должен, вот купи мне завтра Мерседес последний, но этого же не произойдет, мы же не в чудесном мире каком-то живем. Поэтому просто нужно пытаться проанализировать, почему нет денег, нет какой-то работы, или, может быть, попытаться устроиться на какую-то, может быть, пускай не самую лучшую работу, но просто ради денег, или думать, как построить карьеру. Здравствуйте, расскажите, как вы поддерживаете друг друга, мотивируете ли на личностный рост? Еще хотелось бы послушать о мудрости и терпении. Ты уже больше поддерживаешь, мне кажется. Да, я больше поддерживаю, и больше я говорю, что так, слушай, там, сейчас 4К-камера, все, давай вот она стоит, там, сток это, давай ее купим, она хорошая. А я всегда, не, не, ну это ж дорого, ну, может, не стоит, может, сейчас вот я еще вот тут заработаю, вот тут отложу, он такой, нет, бери и покупай. Короче, типа, вот просто купи и все. И вот так вот у меня зачастую появляются какие-то там вещи для развития именно. Ира же, да, меня мотивирует всегда, как, ты меня направляешь, там, показываешь какие-то, особенно по моей работе, я часто обращаюсь с ней за помощью, хоть она и, естественно, она же не работает в моей сфере. А я веб-дизайнер. Всегда, во все времена я к ней обращался за ее мнением, и успешно, успешно Ира мне советовала. Ну, по поводу мотивации, опять-таки, вот эта работа веб-дизайнера, вот то, что мы сначала рассказывали, да, что ты пошел сначала на очень плохую работу, и, ну, вот ради денег, грубо говоря, да, а потом я поняла, что нет, нужно как-то все-таки стремиться к тому, чтобы сделать карьеру, и я видела, что он теряется в этот момент, и опять-таки вот там вопрос был по поводу того, как вы там ругаетесь по поводу денег. Я понимала, что денег тогда было вообще совсем нифига, скажем так, но я видела, что он терялся, и не было смысла там грузить его там, ты должен, ты там обязан, ты принеси денег, там, я хочу шубу, и вплоть до того было, что я рассылала его резюме, то есть я рассылала, искала разные объявления, по разным компаниям рассылала, и опять-таки, когда тебе предложили первую вот эту хорошую работу, то опять-таки была куча, ой, нет, а может это... Да, я боялся, потому что работа была в Хайкове, и... Да, в другом городе была работа, и он сразу такой, не, ну чего, и вот, казалось бы, да, на этом фоне уже может быть скандал, потому что, как это чего, ты тут не зарабатываешь денег, еще отказываешься, нет, ну то есть я так никогда не делала, я наоборот говорила, нет, вот сделай тестовое задание, а если тебе уже вот контракт под нос суют, и говорят, вот подписывай, и нужно переезжать, например, в Харьков, тогда и мы будем решать, потому что пока нечем решать, в общем-то, нечего решать, нет этой работы, это просто как бы тобой заинтересовались, и тебе предлагают тестовое задание пройти, и в итоге все обернулось так, что эта работа еще и оказалась в Одессе, потому что я сначала по ошибке отправила резюме, видимо, в харьковский офис, но у них был офис и в Одессе тоже, поэтому все обернулось только лучшим образом. Тщательно. Кто управляет деньгами, и как вы пережили притирку друг к другу? Управляет деньгами Ира. Я совершенно не пытаюсь даже ими не то что распоряжаться, то есть я их просто зарабатываю, и все, и они потом все, что надо, это распоряжается Ира. Ну, тут надо немножко объяснить, потому что люди могут подумать, знаешь, что я там выделяю тебе, на тебе 3 рубля сегодня назад на обед, нет, такого нет, то есть у нас в основном все деньги... Общий семейный бюджет. Да, общий семейный бюджет, то есть все на наших каких-то карточках, там где-то отложено и так далее, просто у меня лучше получается быть финансистом, и я очень хорошо понимаю оборот денег, которые у нас происходят за месяц или за больший срок, я понимаю, какие траты нас ждут, то есть где нужно чуть ужаться, где наоборот можно потратиться, что мы можем себе позволить, что не можем, где мы можем отложить, сколько мы можем отложить, то есть я это лучше, у меня это получается, поэтому я этим занимаюсь, но это не то, что я там выделяю тебе деньги, то есть вот просто у нас там карточки лежат дома, вот кому надо, он там взял, пошел, там купил, там что-то, ну то есть вот так вот. Да, да, именно так. Хотелось бы узнать, как вы познакомились. Познакомились мы в интернете, и тогда, когда мы познакомились, не было ни вайберов, ни ватсапов, ничего, был ICQ, кто вообще помнит это, ставьте лайк, кто это вообще помнит, и кто общался Ваське, и там принцип какой был, что можно было либо забить просто любой номер кого-то найти, либо какой-то фильтр, да, там? Ну там был фильтр поиска, то есть ты задавал критерии поиска, и, собственно, список выбивало тебе людей. Ну да. Что я сделал, да, то есть я вбил там что-то 18-25, женский пол, локацию, в какой вы хотели найти, собеседника, и, значит, текущий, ну, который онлайн находится сейчас, ну и все, я вбил же сколько, и там 10 тысяч человек выбило, и я открыл 4 окна, во все 4 вписал привет, и, ну, Ира мне ответила практически сразу, и я мгновенно, люди там уже даже отвечали, но мне уже было неинтересно, я просто остальные позакрывал, и мы вот так начали общаться. И что самое интересное, я вообще Ваське никогда не принимаю вот таких вот левых людей, вот, чтобы общаться, но тут мне присылают этот я даже вспомнила этот звук, приходит это сообщение, и я такая, кто это? И начинаю смотреть информацию, там написано Никита, а у меня Никита, это вообще любимое имя, мне очень нравится имя Никита, и я такая, о, Никита, нет, надо пообщаться. Вот, и мы очень долгое время, мы просто как бы дружили, у меня еще тогда парень был, тоже серьезные отношения были, поэтому мы очень долгое время просто как бы дружили, ну, все как-то так закрутилось, в итоге от судьбы, наверное, не уйдешь. Так, привет, вопрос такой, патриархат, матриархат или равноправное партнерство? Самый основной принцип, я считаю, у нас равноправие, но есть разные ситуации в жизни, и в каждом из нас есть определенные качества, которые важны в той или иной ситуации, то есть иногда я абсолютно на 100% полагаюсь на Иру, потому что я знаю, что я совершенно не смыслил в этой сфере, допустим, и она, и так же она, то есть бывает, например, если какие-то очень серьезные стрессовые ситуации, я всегда немножко, естественно, я мужчина, то есть я чуть-чуть больше беру это на себя, ну да, вот, а какие-то другие, ну вы поняли, к чему я иду, то есть... То есть в некоторых ситуациях я вообще теряюсь, а, такой вопрос, кто из вас как себя ведет при ссорах, и кто первый подходит мириться, обсуждаете ли вы потом, что вас не устраивает, или миритесь и забываете причину ссоры? Ну признавайся, признавайся, кто мирится больше. Последние годы Ира больше мирится, раньше я мирился больше, но... Да, то есть как бы я понимаю, что это плохо, но я не знаю, то есть я тоже сейчас как человек работаю над собой, и по крайней мере я понимаю эту проблему, я стараюсь это изменить. Ну, как я уже и сказал раньше, да, мы просто стараемся не прибегать к каким-то масштабным ссорам никогда, то есть мы никогда... Ну я, например, стараюсь не доводить до каких-то очень серьезных конфликтов. Как вообще я считаю в идеале? Вот если завязывается какая-то ссора, то мириться должен подходить тот, кто менее злой, мне кажется, в этот момент, потому что если я подхожу сразу с таким, ааа, меня там что-то не устраивает, то вот тот человек, на которого, грубо говоря, наезжают, вот в идеале, если прям вот правильно, да, это делать, он должен сразу это сгладить, там, типа успокойся, все нормально, там давай, что, что, там это, ага, понятно, вот, но есть люди, которые очень вспыльчивые оба, например, и сразу это превращается вот в такую вот, у меня раньше, я была более категоричная, то есть мне все, мне надо доказать, что я права, и вот хоть ты умри, но я права, я там что-то мне надо было, у меня принципиально это было, вот, то есть это пускай какая-то мелочная, нет, это принципиальный вопрос, потому что он сейчас закладывает, там, какой-то фундамент для будущего, а потом, вот, я уже рассказывала, что изменилось, то есть я в этом плане стала меньше, такой вот прям супер там принципиальный, потому что есть мелкие ссоры, которые просто мелкие ссоры, и ничего они там не закладывают, они просто портят отношения, вот грызут, грызут хорошие отношения. Хочешь ты этого или нет, они все равно откладываются, да, и где-то они откладываются, где-то копятся, поэтому старайтесь, вот, наверное, я бы советовала, да, что если на вас начинают наезжать, значит, какая-то причина в этом есть, все равно есть, вот человек почему-то разозлился, не пытайтесь сразу, как бы, в ответ, там, что-то вывалить, а наоборот, постарайтесь успокоить, и тогда выяснить, потому что в скандале ничего не выяснить, это 100%. Тут много вопросов еще между собой повторяется, ну, я думаю, что... Надеюсь, мы ответили на хотя бы... На большую часть. На большую часть вопросов, которые вас интересовали. И, в принципе, мне кажется, на основе даже вот этих ответов уже можно сложить какое-то впечатление от того, как мы живем, как у нас устроено. Наша семья, как работает там. Если вам это близко, старайтесь перенимать, если нет, у вас свой уклад, это отлично, мы тоже, мы никого не учим здесь, мы рассказываем о себе, поэтому, если для вас работает какой-то другой принцип, то это отлично, и у вас крепкая семья, замечательно, то есть, никого мы не пытаемся переубеждать. Обязательно поставьте лайки этому видео, если оно вам понравилось, также подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под этим видео, мы обязательно, наверное, вместе почитаем, потому что будет... Очень интересно, да. Обоим интересно будет услышать какую-то обратную связь от вас, поэтому обязательно не ленитесь, пишите комментарии, и мы с вами увидимся уже в каком-то моем другом бьюти-видео.